Еще раз всем привет! Мы сегодня в Шевченковском суде находимся. Здесь будет рассматриваться дело по сути о госизмене Дубинского, хотя на самом деле это дело правильнее называть «дело Дубинского Байдена Трампа», потому что оно и появилось, и развивалось, и наполнено материалами, которыми Офис президента Украины пытается подыграть демократической партии США изначально на выборах президента в ноябре 2024 года, а после того, как Джун Байтин снял свою кандидатуру с выборов, это дело становится основой для будущего импичмента Трампа. Основной свидетель и единственный в данном уголовном деле это бывший помощник народного депутата Диркача по фамилии Колесник. Он осужден за госизмену, отбивал наказание в киевской колонии, в Бориспольской, прошу прощения, сейчас находится в киевском СИЗО, и вот только он дает некие показания. Показания эти полностью сфабрикованы и спальсифицированы, и в этом главная ссорка. То есть не то, что он променяет и дает эти показания сфальсифицированными, либо по кого-то другого. Главное, что он в этих показаниях четко называет фамилию. Фамилию Трампа и фамилию Байдена. Весь этот Колесников нужен для данного уголовного дела только для того, чтобы своими показаниями связать действия Диркача в 2019-2020 годах, когда публиковались пленки с аудиозаписями Байдена-Порошенко с избирательной компанией Трампа. Если это сложно, я максимально упрощу. В 2019 году Демократическая партия США пыталась организовать импичмент действующим на тот момент президенту США Трампу. И основой для этого импичмента было, что? Возможное давление на президента Украины Зеленского, для того, чтобы тут начал расследование против компании Буризма, где трудился Хантер Байденсон, президента США, и коррупционных сделок. Второй составляющей в этом импичменте, о которой у нас говорят реже, была возможная помощь России во вмешательстве в выборы в 2016 году в интересах того же самого Трампа. Вот сегодня Офис президента Украины этим делом отыгрывает эту карту. Используя показания Колесникова, связываются действия Диркача, который публиковал в грамке записи Байдена и Порошенко в 2019 году, с избирательной кампанией Трампа. Колесников прямо говорит, что эти действия были в рамках избирательной кампании Трампа, что создает условия и основу для того, чтобы после избрания, во что я верю, президентом США Дональда Трампа, данное уголовное дело, его материалы, были переданы в США и стали новой попыткой импичмента действующего президента. Вот чем занимается Украина в очередной раз. Это уже третья, на моей памяти, попытка вмешательства в американские выборы. И эта третья попытка осуществляется высшими глазношными лицами Украины. Напомню, сами пленки Байдена и Порошенко, хоть и записывал разговоры с Байденом лично Порошенко на диктофон, но переданы были Диркачу из офиса президента Украины в 2020 году. Об этом, кстати, сам Колесников тоже говорит, что это показали. Это очень интересная история. Это история, которая, если не подорвет окончательно двухпартийную поддержку в Конгрессе США для Украины, то рискует это сделать. Рассматриваю данные действия не как именно удар по Трампу, хотя и это тоже имеет место вывод, а как действия текущего политического руководства Украины в интересах России. Потому что подрыв двухпартийной поддержки, нарушение баланса в Конгрессе, где и демократы, и республиканцы поддерживают Украину в ее борьбе с Россией, в интересах кого? Только русских. Офис президента Украины работает в интересах России. Точка. Пока.